Сегодня в нашей передаче Это слово «контроль». Попробуем проникнуть в жизнь вглубь политической мотивации Владимира Путина, чтобы создать мнение о том, что Путин готов сделать для восстановления Великой России, страны его мечты. Я думаю, что даже люди в окружении Путина не всегда понимают, какая часть того, что делает Путин, исходит от него лично, а какая исходит из недр сталинско-путинской КГБ-системы, которая является гибридом этих систем. Система Путина Его цель — это создать Великую Россию и быть у власти в этой Великой России. Этим можно объяснить все, начиная с войны в Чечне, интриги на Украине, манипуляции с газом, подавление всех оппонентов, контроль всех коммуникаций, или особые отношения с Ираном. В общем, все. В марте 2000-го Владимир Путин, бывший агент КГБ, был избран президентом России. Какие мысли были в его голове, когда он в детстве игрался на фиске около реки Невы в городе, который раньше назывался Ленинград, а сейчас называется Санкт-Петербург? Или когда он играл с детьми в коммунальной квартире, в которой его семья занимала две комнаты? Как он воображал себе героев своей юности, таких как Юрий Гагарин, или тени царя и его семьи, которые незримо присутствуют в этих стенах? Или он думал о той задаче, которая стояла перед ним — спасти Россию? Какую бы цену это ни обошлось, от хаоса, оставленного ему Ельцином. Вдохновленная образцом царской Российской империи, Россия Путина в то же время имеет образец Советского Союза. Страна, которая избрала его, ожидала нового героя, который восстановил бы прежнюю силу и национальную гордость. Даже успехи сталинских времен были стерты с памяти нынешними неудачами. Русские люди испытывают сильнейшую ностальгию по прошедшей славе. Первый ключ к пониманию Путина лежит в его детских интересах к секретным службам. В детстве он проводил долгие часы в кино, пересматривая сталинские фильмы о разведчиках. В одиночку герой изменял судьбу всей страны. Когда ему было 16, Владимир Путин постучался в двери КГБ в Санкт-Петербурге и попросил принять его. Ему объяснили, что только само КГБ решает, когда и кого принять. Однако они посоветовали ему изучать языки и законы. Путину исполнилось 23, и он был на четвертом курсе юридического, когда КГБ вышло на него. Мистер Путин принадлежит к тому поколению, которое присоединилось к КГБ в 1975, и они знали хорошо о методах, совершенных Сталином, и о роли, которую играли секретные службы в истории страны. Когда Путин был принят в КГБ, председателем КГБ был Андропов, позже ставший генеральным секретарем КПСС и главой государства. КГБ, по мнению Андропова, собрало в своих рядах лучших людей общества, элиту, и помогало ему управлять страной железным кулаком и слежкой, преследовать инакомыслящих. Но Андропов понимал, что если СССР хочет выжить, он должен реорганизовать экономику. Руководство Советского Союза увидело глубочайший организационный кризис в начале 80-х. Андропов понимал, что изменения неизбежны, иначе страна погибнет. Все это делалось в секрете. Без всяких публичных объявлений они разработали программу, позже названную «Перестройка», которую позже унаследовал Горбачев. Сегодня Путин продолжает отдавать почести своему наставнику, Юрию Андропову, который невольно передал Путину свое видение управления государством и экономикой. Служба молодого офицера КГБ началась в Ленинграде, где он участвовал в охоте за диссидентами. Через 10 лет он был направлен в Дрезден, в ГДР. Во взаимодействии со Штази, ГДРовской КГБ, его работой было искать информаторов. В то же время он создал много бизнес-контрактов, пригодившихся ему позже. Выросший до подполковника, Путин все еще в ГДР, когда Берлинская стена пала. Мир вокруг него распадался. Все просьбы о военной помощи оставались без ответа. Путин почувствовал себя преданным и не имел другого выбора, как вернуться в Ленинград. Может быть, в этот момент он уже думал о будущем страны. Переведенный в резерв и назначенный в ЛГУ, Путин возобновил знакомство со своим профессором права, Анатолием Собчаком, союзником Ельцина и политическим реформатором. В это время генерал Калугин был главой КГБ Санкт-Петербурга. Он командует тремя тысячами офицеров. Когда Калугин начал критиковать действия Путина в Чечне, Путин обвинил его в предательстве и заставил покинуть Россию. Собчак был реформатором. Один раз он сказал, «Олег, мне нужен кто-нибудь из КГБ, чтобы я мог на него положиться. Назови мне имя». Ты понимаешь, что без поддержки и знакомств я просто не смогу быть мэром? Так Путин присоединился к избирательной кампании Собчака и помог ему стать мэром города. Это был переломный момент в карьере Путина. Его первый ход в политику. КГБ нуждалась в информации, власть в поддержке. Путин и был связующим звеном между ними. Идея была найти людей, которые могли бы стать у власти в России на следующие 5, 10 или 20 лет. И окружить этих людей людьми из КГБ для того, чтобы быть уверенными, что когда эти люди двинутся на следующую позицию, люди КГБ будут двигаться вместе с ними. Это обеспечивало систему. Систему КГБ в данном случае не терять своей власти. И это точно то, что случилось с Владимиром Путиным. Путин... ...